Что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо или закон? Нечто подобное длани Господней, парящей над миром. По крайней мере, истина то, что человек невластен даже над своей волей. Ты пытаешься встречаться, чтобы жениться? А? Чем ты занимаешься, Вонифас? Я... Я делаю всё. Это важный вопрос. Прямо сейчас у вас контент для взрослых, где вы и другой чувак. И вы это продаёте, пока вы ищете парня? Да. Вы понимаете, насколько это важный вопрос? Да. Я не обязательно говорю им об этом сразу. Хорошо. Если вы начнёте, ты позволишь им самим догадаться об этом. Если вы начнёте встречаться с другим парнем, и он попросит вас об этом, он даже не хочет, чтобы вы удалили всю страницу OnlyFas, но хочет, чтобы содержимое вашей страницы, где вы с парнем, было удалено с вашей страницы, вы бы сделали это. Если бы я чувствовала, что он может стать моим мужем, то да. Кем он должен быть, чтобы говорить так уверенно, чтобы ты избавилась от OnlyFas? Я жду того момента в ром-коме, когда я скажу, боже мой, я знаю тебя всю жизнь. Все хотят мужа, но никто не хочет вести себя как жена. Мужчины – самая простая вещь в мире. Я никогда не хотела мужчину и не добивалась его. Вы хоть представляете, сколько мужчин хотели меня и не получили? Не было ни одного мужчины, которого я хотела и не получила, потому что мужчины... И это приводит меня к одному единственному вопросу. Сколько из этих мужчин все еще с тобой? Ага. Ты права, ты права. Ах, мне пора. Надо было сильнее тянуть. Представьте, что вы разговариваете с кем-то по телефону и слышите, ах, мне пора. Могли бы жениться на эскортнице? Конечно. Без проблем. Без проблем. Без проблем. Это не важно, да? Нет, не важно. Это же временно. Временно? В плане? В плане такая работа, она временная. Не, нихуя. Временно. Потом появляется хороший, надежный мужчина и все меня. Да, возможно, такое бывает. А все остальное это предрассудки общества? Ну, опять же, как посмотреть, кто как считает. Мнения разные у людей. То есть эскортница — это отличный человек. Можно, а не жениться? Может быть, отличным человеком, согласен, да. Но это не точно. Можно. Вот. Все научные исследования за последние сто лет показали, что мальчики, испытывающие гендерную дисфорию в возрасте от двух до трех лет, 85% из них просто вырастают геями. О, мне нравится, что вы это говорите. А остальные пять. Не перебивайте меня. Это грубо. Вы не считаете, что отвергать целую группу людей — это грубость? А потом остаются один или два процента. Трансгендерная дисфория сохраняется до взрослого возраста. Четыре года. Ребенок еще не знает, что такое эмоциональное влечение. И что такое физическое влечение. Сейчас дети влюбляются. Они буквально сказали, мы придем за вашими детьми. Я не думаю, что это сарказм. Я никогда не общалась с иностранцами. Они пукают меня. Из-за культурных различий? Да, много. Что самое страшное? Ха, их размер. Вот почему Годзилла постоянно нападает на них. Он борется за равноправие. Равно оплата. Минутку, минутку, какой разрыв в зарплате? Мне не нужно называть вам цифру. Я могу сказать вам на собственном опыте. Анекдотические свидетельства не являются вескими доказателями. Мои доказательства анекдотичны? Я живу с этим. Да, это и есть определение анекдотического доказательства. Анекдотическое доказательство это... Это реальность. Вы знаете, что женщины зарабатывают столько же денег, сколько и вы выполняет ту же работу? Вы молчите, потому что вы не знаете. Если вы хотите, чтобы доллар у мужчины стоил 77 центров, то это только в том случае, если вы разделите средний заработок женщин, работающих полный рабочий день на средний заработок мужчины. Это не учитывает профессию, образование, часы работы. Так что это нечестно, поднимать эту тему. Вы говорите, что я не искрена? Я не искрена? Вы задаете мне вопрос, на который я пытаюсь ответить. Так отвечайте, это же простой вопрос. Ты можешь это сделать? Если, если вы пытаетесь лгать людям, то это не искрена. Я не лгу, я сказала, что вы называете меня. Если вы не знаете фактов. Если я не знаю ваших фактов. Нет, 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 этих фактов. Дело не в искренности. Она просто крайне некомпетентна. Какую девушку не рассматриваешь для отношений? Никогда не встречусь с девушкой, которая не уважает твою жену. Богатый или высокий? Богатый. Окей. Богатый или... Богатый, богатый. Можно сейчас закончить? Окей. Богатый или красивый? Богатый. Богатый или... Богатый, богатый. Теперь ты будешь жить со мной. Что? Я буду заботиться о тебе. Потому что я люблю тебя. Я люблю тебя. Кофе и поцелуй от моего мужа. Между молитвами я читаю Коран. Моя дочь считает тебя милой. Как тебя зовут? Рюк. Доброе утро. Как вы? Вы можете заткнуться? У меня нет тоже кофе. Ты та еще, сука? Ну у тебя классный зад, а? Должна ли женщина платить алименты, если ребенок остается у мужчины? Нет. Возможно, нет. Да, равноправие. Думаю, что нет. Да, должна. Да, конечно. Думаю, думаю, нет. Нет. Думаю, да. Наверное, нет. Наверное, да. Должна обязательно. Я считаю, как бы не должна. Какие-то должны. Да, я думаю, должна. Скажи, что не должна. Да, почему бы и нет? Ну, в нашем обществе принято, наверное, что это так не делается. Я считаю, что это должна быть роль мужчины. Почему женщина не должна, если мужчина занимается воспитанием? Она дает материнскую любовь больше, чем отец. Вынашивает ребенка, рожает его. Если мужчина оставил у себя детей, значит, он взял ответственность за детей и должен их оплачивать. Если мужчина подает, мне кажется, это как-то уже не очень красиво с его стороны. Требовать от женщины что-то? Я думаю, нет. Я женщина, поэтому не должна. Алло? Привет, это Либи, девушка Кайла. Что случилось? Эм, Кайл сказал, что он с тобой. Я просто хотел узнать, правда ли это? Да, Кайл всегда со мной. О, хорошо. Могу я поговорить с ним? Да, сейчас. Что случилось? Я тебе позже перезвоню. Неужели никто не сказал мне, что мужчинам просто не говорят приятных вещей? Как видимо, сегодня я сказала своему парню, эй, ты заслушиваешь любви. И он так расплакался, что у него пошла кровь из носа на мое новое платье. Я не злюсь из-за платья. Я вообще не злюсь из-за этого. Я злюсь из-за того, что за 18 лет его жизни, 18 лет жизни, никто, ни один человек, не сказал этому мужчине, что он достоин любви? Вы издеваетесь, что ли? Она не жаловалась и не усмеяла своего парня за то, что он плакал или выражал свои чувства, как это делают многие люди. Она заслуживает огромного уважения. Эй, как дела, Торни? Можешь выключить свет? Те, которые не дают мне спать по ночам. Какие, Торни? Верёвочные светильники? Что? Верёвочные огни, канатные светильники, они мешают вам спать? Да, я не против, чтобы они горели до 10 часов. Торни, мы это уже проходили. Что? Мы это уже проходили. Верёвочные фонари, они не в твоём окне. Что? Верёвочные светильники, они не в твоём окне, дорогая. Мне нужно положить подушки на окно, чтобы я могла спать. Из-за канатных фонарей, Торни? Да. Копы приезжали, посмотрели на верёвочную фонарей. Они сказали, что они не светят в моём окне. Но для тебя я сделаю это. Я сделаю вот что. Я выключу их до 10 часов. Хорошо? Это значит хорошо? Да, мэм. Мне очень жаль. Всё в порядке, я тебя понял. Я желаю, чтобы ты был моим соседом. Когда она сказала, я хочу, чтобы ты был моим соседом, я почувствовал это своим сердцем. Они оба были так милые друг с другом. Это... Игровой контроллер. Для PlayStation 2. Опять? Прости. Всё нормально. Я старалась. Всё в порядке. Всё хорошо. Всё хорошо. Всё хорошо. Ты показала, что тебе не всё равно. Это всё? Да. Глянь там. Это что-то новое. Это... Это PlayStation 2. Шэнна знает больше, чем ты думаешь. Ха-ха-ха. Наступает момент. Когда каждый мальчик понимает, что никто не придёт его спасать. И тогда он становится мужчиной. А некоторые мальчики так и не доходят до этого момента. И навсегда остаются детьми. Я не думаю, что нам стоит больше встречаться. О, круто. Что? Я работаю 55 часов. Неделю. И я прихожу домой. И она никогда не подводила меня. Мой маленький ангел. Он всегда ждёт меня. Ещё до того, как у меня появится шанс. Дверь гаража открывается. Я покажу вам это, ребята. Скоро она услышит. И дверь гаража откроется. Ребята, вы это видите? Вот причина, по которой я не сдаюсь. Я не могу сдаться. Потому что у меня есть люди, которые любят меня. Которые заботятся обо мне. Извините за это, ребята. Я не хотел этого делать. Посмотрите на это. Вот чем я возвращаюсь домой каждый день. Привет, красавица. Привет. Я люблю тебя. Я люблю тебя тоже. Друг после этого, а? Ты мне бросил ради баб. Ты бросил нашу философскую жизнь. Ради баб. Чтобы с ними поебаться. Я пошёл отсюда. До встречи. Что касается� смотря. Баб. Всё. ...